Мне бы хотелось... Мы с вами закончили 12-месячный курс фэн-шуй для начинающих. Скажите мне, с учётом, оглянувшись на год назад, что вы почувствовали в себе, был ли этот курс для вас полезным, нужным, эффективным? Как вы восприняли обучение на этом курсе? Что вы получили нового, хорошего и так далее? Я хочу сказать, что мне этот курс очень понравился. Я поняла вообще всю суть китайской метафизики. И даже я понимаю, насколько это серьёзно, насколько это действенно. Хотя сама ещё не владею такой практикой, но недостаточно моих, возможно, знаний и практик моих недостаточно. Но я понимаю, насколько это серьёзно и насколько это результативно и действенно. Да, конечно же, мы не изучали цемент бензиа, но он мне тоже очень интересен на будущее. Выбор дат тоже очень интересен, но все эти темы очень взаимосвязаны между собой. То есть невозможно учить один курс, например, по летящим звёздам без незнания, бадзи, выбора дат. Оно всё пересекается и взаимосвязывается, и поэтому нужно знать всё. О, вот этот курс как раз всё это и объединяет. Я считаю, что самое ценное в курсе фуншуй для начинающих, то, что он объединяет эти все направления. Да. Это основное. Да. Мне задействовали. Вы нам предоставили, разжевали и вложили в нас все направления вообще китайской метафизики, о которых мы хотя бы имеем представление. Ну и не только даже поверхностно, но так уже можно его применять. Просто надо попрактиковать. То есть разница... Поэтому я очень люблю. Да, разницу между той, которой вы были, пришли в сентябре месяце и сейчас. Как вы себя ощущаете? Очень существенно. Очень большая разница, потому что пришли вообще ничего не знали, а теперь понимаем, знаем, благодаря ещё записям, которые вы нам даёте. Если мы это всё пересматриваем. Вот у меня уже были две практики по фуншую и по бадзи. И я хочу сказать, люди были довольны, с успехом. Это были мои просто подруги. Но я уже могла так определить и их прошлое, и даже предсказать немножко остеречь о будущем. И квартиру им посчитала. Ну то есть у меня уже были такие две практики, от которых я получила удовлетворение в своих знаниях. О, замечательно, прекрасно. То есть уже, во всяком случае, даже на таком уровне знаний вы можете это использовать. Ну хотя я вам хочу сказать, что уровень достаточно глубокий. Вполне. То есть элементарно использовать китайскую метафизику и методы фуншую можно уже, правильно. Окей. Ирочка, вы что скажете? Как вы себя ощущаете? Ну, тоже как бы китайская метафизика, я никогда не думала, что китайская метафизика это настолько многогранная наука, что столько много информации, которая вся между собой переплетена. Так, хорошо. Еще что? Действительно, объем информации, который вы давали, очень огромный, знания очень большие, которые вы получили. Но практик у меня не было. Единственное, я пыталась сделать, конечно, активации. Побольше практики. Безусловно. Теперь нужно практики побольше. Да, я вам хочу сказать, что даже если вы на этом уровне начнете практиковать, то уже будет хорошо, вы уже будете получать результаты и многое сможете изменить. А если вы продолжите дальше уже на более глубоком профессиональном уровне изучения, то вы вполне можете, так скажем, обрести себе вторую профессию. Просто-напросто. Вы просто... Не в чем тренируется. Вы обратите внимание на те все дополнительные курсы, что я вам говорила, рассказывала, которые я даю. Которые не входят в программу этого курса, но они углубляют ваше знание. Это уже, так скажем, более профессиональный уровень подготовки. Да. Так что, дорогие мои, результат налицо, как говорится. Я? Да, думаю. Да. Потому что я рассматривала две квартиры и карту Бадзи. Совмещалась с хозяйкой. Да. И я просто даже, я сама от себя не ожидала таких результатов. И тот человек, который мне это рассказал, она была тоже очень сильно удивлена, потому что я ей сказала такие вещи. Там в карте были у нее столкновения такие яркие на лицо. Я даже ей сказала, в каком это году произошло. Угу. Она была очень удивлена. И квартиру я саму померила. И дом, и подъезд, и входную дверь. И очень многое мерила. И приезжала в разные дни. И тоже дала такие ей... Вы знаете, когда начинаешь это все измерять, и считать, и внедряться, у тебя даже появляется какое-то интуитивное мышление. Ты понимаешь, ага, вот это для этого, почему так происходит. И начинаешь смотреть вообще жителей всего стояка в этом доме. Вот подъезд и весь стояк. И как жильцы живут. Потому что смотришь, какая на входной двери в подъезде энергия. И начинаешь поставлять и понимаешь, что там всем жильцам так же живется. Особенно вот если стояк один. Да. С первого по последний этаж. Вот. И я была удивлена своим результатом. И человек, которому я это рассказывала, тоже был очень удивлен. И полезный формат я ему дала и для себя взяла. Да. Так что. Хороший. Так что вы уже приобрели лопань? Да уж. У меня уже есть лопань, да, я измеряю. И свою... Хороший, да, профессиональный? Да, да. Я купила этот кристодол. Я потом спрошу у вас, где вы были. Так, да. И я хочу сказать, что вообще после вот этого года нашего обучения я вообще по-другому стала мыслить и по-другому анализировать и понимать. Вот, Тамара Павловна, вы нам вложили столько понимания после этого курса годичного. Ну, знания глубокие. Глубокие даже на таком начинающем, самом поверхностном уровне, пожалуйста. Я представляю, что там находится в любви. Ну, да, реально по-другому начинаешь воспринимать с точки зрения уже немножко другое. Ну, что, тогда у нас с вами на сегодня все. Да. Я надеюсь, мы не прощаемся. Я надеюсь, что у нас с вами. Да, девочки, что вы себе знали, вы всегда можете ко мне обратиться. Я всегда вам помогу, расскажу, что непонятно где-то вопросы возникают, объясню. Так что, в этом плане не переживайте. Ну, желательно было бы, чтобы это было на вот этих ежемесячных встречах. Благодарность. Благодарность. С вами было очень хорошо, легко весь этот год учиться. Вы очень сама по себе приятно открытый и простой человек по разговору. Мне очень приятно с вами общаться. Я надеюсь, в дальнейшем я буду еще с вами учиться. Хорошо, договорились. Ладно, девочки, все, тогда я останавливаю.